МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо вам за интересный рассказ. Я еще больше утвердился в том, что хочу стать инженером-механиком. Социальный проект Росатома «Слава Созидателям» продолжается. В Смоленской области задержан террорист. В программе состоится показ трех кинолент. В Тесногорске пройдет акция «Ночь кино-2017». А теперь об этих и других событиях подробнее. 30 августа министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева проведет общероссийское родительское собрание. Четвертое по счету оно, как и в предыдущие годы, пройдет в формате видеоконференции с прямым включением из регионов России. Жители нашей области могут задать свой вопрос министру уже сейчас. На сайте Миноборнауки России для этого открыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание». В Смоленской области создается единая система учета записей актов гражданского состояния. Новый закон позволит связать в единую сеть региональные базы данных ЗАГСов. Адаптированная система начнет работать с января 2018 года. Сейчас уже идет оцифровка документов, а их в регионе более 5 миллионов. Десять лет назад в Десногорске был создан Совет руководителей предприятий. В него вошли практически все организации нашего города. Он создан, чтобы совместно решать городские проблемы. Каждый год Совет ставит перед собой первоочередные задачи и неизменно решает их. Совет меняет состав, расширяется и продолжает плодотворно работать на благо Десногорска и его жителей. Об очередном собрании Совета руководителей наш следующий сюжет. 23 августа в ЦСО «Нитрино» прошло очередное совещание руководителей предприятий и организаций Десногорска. На повестке дня было три вопроса. Глава муниципального образования Андрей Шубин доложил собравшимся о новом социальном проекте «Мой любимый город», запущенном в Десногорске по инициативе администрации и руководства Смоленской АЭС. Рассказал, как изучались проблемы города, проводились опросы жителей и составлялась дорожная карта реализации проекта. Андрей Николаевич призвал руководителей принять участие в проекте. Председатель Горсовета Владимир Блохин доложил о ходе ремонта бассейна в первой школе. Смоленская атомная станция взяла на себя финансирование комплектующих деталей для коммуникаций. Остальные организации помогут провести монтажные работы. Третьим вопросом Совет подвел итоги работы за первое полугодие 2017 года. Председатель Совета, директор атомной станции Павел Лубенский поблагодарил руководителей, которые особенно активно принимали участие в решении городских проблем и вели шефскую работу. Участники определили план совместной работы на следующее полугодие. На данный момент, ну скажем, злободневная тема – это дороги на Кукуевку. И вот сейчас Смоленская атомная станция вместе с администрацией, то есть мы с главой администрации обошли практически весь город, изучили ситуацию по благоустройству, по обустройству, пообщали, ну там встречались с жителями, получали от них информацию и построили, выстроили для себя план реализации тех мероприятий, которые нужно выполнить для того, чтобы обращение граждан было правильным и обратная связь была положительной. Глава Андрей Шубин особенное внимание уделяет гражданской инициативе десногорцев. Возвращусь к нашим садоводам в Десну, была у меня целая делегация. И вот как раз вопрос их волновал по ремонту дороги на Кукуевку. Это первое, второе, третье поле. Потому что мы весной, когда с гражданами встречались, когда у нас был субботник, мы обязательства, как и Смоленская атомная станция, все, кто принимали участие, выполнили. И пообещали, что отремонтируем вам дорогу. В принципе, это уже как бы осуществилось. Только вот по срокам это произойдет. Конец сентября, ну, начало октября. Ну, потому что конкурсные процедуры, ну, определенные, так сказать, мы уже в рамках находимся, да, но это все осуществимо. То есть и вопрос по садоводам закроется. А если взять вот эти все, ну, так сказать, небольшие добрые дела, если жить воедино, как в пазл, да, то получится определенная картинка. Вот, поэтому критика – это хорошо, мы ее правильно и нормально воспринимаем, но хотелось бы, чтобы в той работе, в которой принимают участие муниципалитет или какие-то другие организации, да, активно приняли участие и нашим гражданам. Не просто, не словом, а делом. В конце года Совет будет подводить итоги своей десятилетней деятельности. В селе Карманово Смоленской области перезахоронили останки бойцов, найденные здесь в ходе международной учебно-тренировочной вахты памяти. Эта вахта памяти стала одной из самых многочисленных. В ней приняли участие более 800 человек из 28 регионов России и зарубежья. В ходе вахты были подняты 356 советских воинов. Имена 13 из них установлены. Смоленские доброходы продолжают восстанавливать заброшенные могилы солдат и офицеров Великой Отечественной. Отряд поисковиков привел в порядок место захоронения бойца Задурьева, погибшего в Гагаринском лесу в 1942 году. Скосили траву, покрасили ограждение, табличку и звезду. Подобные работы по благоустройству на Смоленской земле проходят регулярно в рамках партийного проекта «Связь поколений». В мае текущего года в Десногорске стартовал социальный проект «Слава Созидателям». Этот творческий видеоконкурс для школьников проходит в нашем городе уже второй раз. На чем сейчас работают ребята, расскажем в нашем следующем сюжете. Все юные участники социального проекта «Росатома» прошли предварительную подготовку. Профессиональный телеоператор провел для них мастер-класс. Затем ребята определились с выбором своих героев. Сейчас большая группа школьников, несмотря на последние дни каникул, работает со старейшими и уважаемыми специалистами фирмы «Атомтранс». Юным журналистам о себе, своей работе, о строительстве города и станции, а также о других важных аспектах жизни рассказывают Николай Зыков, Владимир Кирпиченков и Григорий Дуленцов. «Можете ли вы утверждать, что вы счастливый человек?» «Конечно. Почему? У меня, считаю, что любимая профессия моя, я от неё не бегаю. Меня знают очень много людей здесь, и в городе знают, и на предприятиях. Я так думаю, что я на хорошем счету здесь нахожусь». После того, как будет отснят видеоматериал, ребятам и их педагогам-наставникам предстоит его смонтировать, озвучить и только потом представить на конкурс. Все участники отлично понимают значимость этого проекта. Ведь кто, как не они, смогут увековечить историю нашего города и станции, сохранив воспоминания тех, кто стоял у самых истоков. В Смоленской области прокуроры направили в суд 359 исков по ремонту и содержанию автодорог. Так, прокурор Десногорска обратился в суд с иском к администрации, Комитету по городскому хозяйству и промышленному комплексу о возложении обязанности провести ремонт асфальтового покрытия проезжей части автомобильной дороги в одном из микрорайонов города. Решением Десногорского городского суда исковые требования прокурора были удовлетворены. В Вязьме полицейские задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, находившегося в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности. Подробности далее. В операции по его задержанию принимали участие оперативники региональных управлений ФСБ и МВД, а также силы Национальной гвардии. Столь большое внимание к этому молодому человеку обусловлено тем, что он находился на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, а у себя на родине разыскивался правоохранительными органами за связь с международной террористической организацией. В настоящее время разыскиваем и задержан. Решается вопрос об его экстрадиции. На данный момент ведется следствие и устанавливаются преступные связи задержанного на территории нашего региона. В Смоленске появится памятник Николаю Пржевальскому. По предварительной информации, его установят в сквере у музыкального училища на улице Дзержинского. Главным инициатором была ныне покойная Нелли Кравклис, которая в 2013 году вот сюда в приемную партии пришла ко мне и обратилась с этим вопросом. Прежде мы решили провести круглый стол, пригласили людей, которые поднаторили в области географии, науки, тем, кому дорог наш Пржевальский. Я надеюсь, что это будет еще один такой объект, который будет в маршрутах наших туристов обязательно отмечен. Второй год подряд на Смоленщине будет проходить всероссийская акция «Ночь кино», организатором которой выступает Министерство культуры Российской Федерации. В этом году она приурочена ко дню российского кинематографа и состоится 27 августа. На территории нашего региона для просмотра фильмов подготовлены 54 площадки во всех районах области. В Десногорске площадкой для показа кинолент станет городской центр досуга. В программе состоится показ трех кинолент. В 16.00 мультфильм «Снежная королева», 3 «Огонь и лед». В 18.00 время первых российский исторический фильм о первом выходе человека в космос. В 20.00 мы приглашаем ценителей комедийного сериала «Кухня» повстречаться с полюбившимися героями в фильме «Кухня. Последняя битва». Вход на сеансы свободный. Желаем всем приятного просмотра. Хлебать мой суп. Интересно, тебя одного расстреляют? Или всех сразу? Мы должны показать всем, что если мы не футбольная держава, то хотя бы кулинарная. В Смоленск вернулись участники пробега, посвященного 90-летию ДОСААФ. Всего его участники преодолели 12 тысяч километров. В выходные они побывали в Смоленске, а затем отправились в Белоруссию. Завершился пробег в историко-культурном комплексе под Минском. Именно туда были доставлены капсулы с землей из всех городов-героев, через которые проходил маршрут. А из Смоленска в Калугу стартовал молодежный велопробег. Среди участников не только смоляне, но и представители других российских городов. Перед тем, как отправиться по маршруту, велосипедисты возложили цветы к вечному огню. За четыре дня молодые люди посетят около десятка городов, в том числе и Десногорск. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefis.tv.ru Благодарю за внимание и желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин